Привет, дружочки-пирожочки! Представьте себе прекрасный город! Да, представили город, в нём дома, улицы, машины... Нет, тут не такой город. Сказочный город, в котором каждый мастер занимается своим делом. Такие, знаете ли, везде левши. Ну, в смысле, не как левостороннее движение на два улицы, а везде мастера, искусники. И называется этот город, конечно же, город мастеров. Но у меня другие ассоциации. Это подделки и плагиат, как в данном случае. Город мастеров. Встречаем. Этот логотип нам прямо сразу, сходу, говорит о том, что будет интересно. Как минимум, любопытно, что же у нас такое. Данный конструктор, конструктор по типу лего. Мы знаем, что воровать пины типа лего можно. Это общественное достояние. Нефиг было придумывать самостоятельно такие детальки. И выпускать их могут кто угодно. Китайские подельщики, аналоги, другие производители конструктора или город мастеров. Конечно же, за этим брендом скрывается хитрость. То, что это сделано в Китае. Все сделано в Китае. То есть, тут даже особо сильно не придерешься. Он, ну, российский-то постольку поскольку. Нигде никаких надписей. Ну, мы все-все понимаем. Русскоязычные коробки, много наборов связанных с отечественными профессиями. Именно полиция, пожарная, там, с номерами службы, все такое. Все понятно, кто и что делает. То есть, наш офис, наши чувачки делают в Китае и захватывают рыночек. И очень часто такие конструкторы причин детских слез. Но посмотрим, будет ли это. Итак, данный конструктор стоил 500 рублей и 127 деталей. Почему же такая цена? Да потому, что здесь есть мохнатый. Здесь есть кролик из... Давайте пока подождем, откуда, из чего. На самом деле, этот кролик выглядит мило. И даже если мы посмотрим, вроде как миленький набор. Кролик, машина, мельница. Все в комплекте. 127 деталей и цена в 500 рублей по скидке. Полная цена 709 я брал. Брал я, кстати, на Озоне. Если кому интересно, скидочки на всякие подборочки в Озоне по промокоду внутри. В описании под роликом на YouTube посмотрите. Но этот конструктор я пока не рекомендую, потому что мы еще его не посмотрели. Хотя, на самом деле, посетители стримов все знают. А если мы обернемся на заднюю часть коробки, то мы к ним вот этому обязательно-обязательно вернемся. И давайте же посмотрим, что можно собрать из этих деталей. Ну, для начала у нас есть машина, которая не едет. Ну, это же город мастеров. Какой мастер? Такие машины. Знаете, мастер был не очень трезв и в трансформаторную будку влез. И, по всей видимости, сделал там этот автомобиль. Автомобиль маленький, микромасштаб. Вот что, мне кажется, можно делать городу мастеров. Вы видели мои тачки, обзоры на тачки полиции от города мастеров? Видели? Нет? Посмотрите, это там умора. Угорюха просто. Ну, и здесь. Вот, мне кажется, такой формат город мастеров должны делать. Это прям у них в крови. Ну, в смысле, отвратительные машинки уровня, ну, самодельщика, там, пяти лет. У меня сын примерно такие делает. И для пяти лет они прекрасны. Ну, для компании, которая продает их за 709 рублей полный ценник. Это, конечно, печаль. Колеса еще к тому же. Ну, вы серьезно. Машинка должна как? Перекатываться. Это что за нано-машинка? Еее! Это так и задумано. Ладно, патриотический настрой. Коротко, зеро, включаем. И говорим, что так и задумано. Это, на самом деле, чуть позже. Сюжет, сюжет в этом конструкторе должен быть. Итак, смотрите, приезжает наш кролик куда? А приезжает он на мельницу. Мельница-чудельница с просто гениальной конструкцией винта. Если бы настоящие мельницы делали так, я думаю бы, прирост урожая увеличился, добыча зерна, хлеба и всего остального. Ну, посмотрите, надо взять просто две палки и соединить, и прибить их к колесу. И тогда у нас даже движущийся, у нас получается, объект опять. Вот у меня, даже не в пять, наверное, года в четыре, сын придумывал такие механизмы. Ну, типа, просто взять вот это, прикрепить сюда. Я, конечно, не берусь говорить о гениальности самих производителей LEGO, но город мастеров здесь превзошел сам себя по конструкции этих лопастей. Даже не придумать такие гладкие палочки. Нет, все спинами, чтобы видели, что это конструктор, а не просто домик, чтобы вот сюда можно было поставить, я не знаю что, пожалуй, ничего, если только не заменить. То есть буквально это сделано вот так. Это просто уровень, конечно, 709 рублей. Дальше мы смотрим. Здесь, конечно же, есть шикарный балкон на мельнице, нижняя часть. Мельница, кстати, за ней никто давно не ухаживал. И, казалось бы, вы можете сказать, она миленькая, но давно не было никого. Потому что у нас поросло травой вместо наших встреч. И столбы укутаны в лианы. Но, с другой стороны, есть горшочки с цветами. Это все наклейки, которые наклеивались. Их здесь очень много. Детали, которые здесь есть вообще, они такого противно... Я сейчас его вам покажу. Камера, наверное, не передаст. Но, на самом деле, оттенок соплей. Если вы можете посмотреть это сейчас, ну, как-то вам удобно, например, набрать горсть соплей в руку, то сравните, и вы сравните с этими, значит, оттенками деталей, то примерно то же самое вы будете представлять. Но натурализм, как говорится, мельница может быть и не новая. Может быть и не новая. Плюс мельница весьма странная. Стеклянная дверь у мельницы. Вы как бы... Ну, что говорит о ее открытости, возможно, ко всему. Опять же, я придумал сюжет этого набора на стриме. Кстати, можете приходить на стримы, кто любит разговорные посиделки по вечерам. И там мы придумали, что это не просто мельница. Сейчас мы дойдем до сюжета. Внутри в мельнице пустота. Снаружи может показаться, что все забавно и мило, но внутри пусто. Это тоже не просто так, не потому что они поленились сделать что-то и за 709 рублей добавить сюда. Это достаточно много уже, что есть и окна, и двери, и что набор собрался. В принципе, пусть туго, со скрипом, но собрался. Ну и, как бы, вот такой у нас сюжет. Пока мы давайте отложим странности этого набора до рассмотрения самого непосредственно кролика, которого я еще не смотрел. Так, отметитесь обязательно лайком все те, кто были на стриме или смотрели стрим со сборкой. И мне приятно, что вы здесь. И это было будет здорово. И теперь мы достаем нашего зайчишку-кральчишку в пушистых штанишках. Это, друзья мои, мы пока умолчали. Наверняка уже какие-то зрители написали. Но, конечно же, это плагиат. Sylvainian Families. Sylvainian Families. Это такие игрушки для, в основном, таких игр в домик. Ну, неважно, мальчик, девочки. Потому что там зверятки, и играть могут все, кто захотят. Коллекционеры, даже взрослые, я знаю, многие люди коллекционируют. Так вот, друзья мои, это не оригинал. То есть, Sylvainian Families никакого отношения к этому набору не имеет. Кроме того, что они позволили себе быть довольно милыми, чтобы город мастеров плагиатил их концепцию с пушистыми зверьками. Но подумали в город мастеров, раз можно плагиатить конструкторы Лего, ну, в каких-то вариантах, которые не сегодня и не здесь. Это явно, судя по божественной конструкции, это авторская работа. Но они подумали, что раз можно плагиатить набор конструкторов Лего, иногда воровать напрямую. У меня тоже есть ролики с воровством города мастеров, где они просто берут набор, копируют и приклеивают свой логотип на китайский поддельный конструктор. Это тоже бывает. Здесь они решили пойти дальше и сказали, что ну что ж, Лего копировать это одно. Но и Сильвалиан Фэмилис тогда два в одном, два плагиата в одном. Можно совместить, и это секрет успеха. Возможно, они не добились франшизы, так как многие серии у них именно что франшизные, то есть у них есть разрешение на это у города мастеров, все нормально. Но, к слову сказать, мы здесь получаем за 709 полные рублей или за 470, как по скидке, весьма милую фигурку. Она фольгированная, не фольгированная, а фольгированная, то есть она такая бархатистая. Вот, потому что это такой приятный на ощупь. Немножечко странноватый материал, но в данном случае приятный на ощупь. Кролик у нас, кстати, подвижен. Вот сейчас мы ему свернули немножко шею, подвигали лапки и даже подвижны вот здесь. И у нас имеются, как вы видите, отверстия у него, точнее выемки такие для пинов. И значит, возможно, он будет устанавливаемый мы. Давайте подумаем над сюжетом этого набора. Ведь немаловажно в наборе иметь какой-то сюжет, смысл, смысловую нагрузку. Ну, не просто же нам впихнули тупо какую-то тачку и какого-то кролика, который в нее, кстати, не помещается. Здесь так классно нарисовано, что кролик у нас умещается в машину, но тут как бы не обманули. Он сюда в нее не сядет, да, по всей видимости. У него есть крыша, поэтому эта машина не его. Мы делаем выводы, что эта машина не его. Что и, возможно, это и не машина-то. У нее ни руля, ничего нету. Вот. Как предположил Широ на стриме, который приходил в гости, что это Тесла, поэтому она такая. А мельница – это энергопродукт, значит, выработки вот этого всего энергетического, энергетиков. И кролик у нас вот управляет свою нано-машину просто лапами. Не зря же они у него такие длинные. И посадить сюда кролика, ну, даже не попытались сами создатели, поэтому и мы даже не будем этого делать. Вот. Еще больше мне понравилась, конечно, у города мастеров серия инструкций. Инструкции запоминаем. Это вот такая вот, просто вот у нас газетку почитать не хотите, раз выворачиваете рулон. Какие книжечки, какие что. Горд мастеров воюет, видимо, с производителями степлеров и скрепок, поэтому типография у них такая. Кролик приезжает на мельницу. Давайте подумаем, что у нас за сюжет здесь такой. Можно подумать, что вот, как Широ предположил, что он приехал подзарядиться на эту мельницу. Возможно, поесть овса. Да, возможно, нам не стоит искать смысл в этом во всем, но мы постараемся. Дело в том, что кролик – это не кролик. И это не просто все так. Смотрите. Возможно, это омаж. Омаж на интересную довольно историю поросенка Петра, которая получила продолжение. Если вы не знаете про поросенка Петра, который одолжил красный трактор для того, чтобы, так сказать, избежать каких-то сложностей в его нынешней локации и сменить ее на более предпочитаемую. И это продолжение поросенка Петра. Дело в том, что по мере продвижения в, так сказать, в лучшие для поросенка Петра территории, он преобразил красный старый трактор в красную маленькую машину. Поэтому она вот так и выглядит, чтобы не палиться и чтобы, как бы, не привлекать к себе дополнительного внимания. Поэтому красный трактор стал машиной, а поросенок Петр, как водится, естественно, по приближению к определенным, ну, вы знаете, вот этим вот западным, так сказать, ценностям, переформатировался в крольчиху Кончиту. Вот. И она такая бородатая буквально, потому что фолькированная и пушистая. Корольчиха Кончита на красной Тесле. В итоге получилось из поросенка Петра на красном тракторе. Вот такая вот история. И приехал-то он за лучшей жизнью, где открытые, казалось бы, двери, где все хорошо. Но как только он начал туда приезжать, он заметил, что из мельницы что-то не слышно звуков помола, ничего не происходит. И тогда он обратил на необычную конструкцию купола этой мельницы. И понял он, что мельница-то уже не мельница. Потому что туда, в местонахождение, так сказать, его мечты, добрались раньше другие, другие корольчата, зайчата и норки, и хорьки в том числе. И изменили там все. И уже он приехал туда, вроде бы на своей красной Тесле. Вроде бы уже корольчиха Кончита, но мельница перестала быть мельницей. И стала местом, куда приходят хорьки и просто находятся там какое-то время, наслаждаясь времяпрепровождением в пустом помещении. Так что никогда еще так не ошибался и не был так близко к провалу поросенок Петр. Я думаю, что примерно концепция такая. Ну, а если брать по существу, давайте проверим, встанет ли у нас твердо на новой земле наш поросенок Петр, который крольчиха Кончита теперь. Встанет ли он на новой земле на новые пины, которые похожи на лего. Нет, друзья мои. Вот видите, в этом и обман заключался. Он может только встать на шпиль, мне кажется. И то вопросы имеются. Да, его можно только насадить на шпиль. Ну, буквально, потому что это очень сложно получается. Вот такой вот посыл. Мне кажется, город мастеров ничего не делает просто так. Мастерски подал нам историю, сюжет которой мы только что раскрыли. Вот такая вот мельница, вот такая конструкция. 709 рублей, я считаю, лучшая цена за правильный посыл. Нечего лезть во всякие, значит, места, где есть, казалось бы, прекрасные мельницы и поля, и луга. Оставайся у себя и вспахивай трактором свои поля, поросенок Петр, пока ты не стал крольчихой Кончитой в месте, где тебя уже никто не ждет. И мельница давно не перемалывает овес. Вот такие дела, ребятки. Лайк от вас, обзор на конструктор город мастеров. Топ-топ, топ-топ. Ну и пока.